Что не сделано? Мы идем по плану, определились, как вы поручали, мы оставили то, что можно оставить, разбили по степени аварийности. Вот торцевые здания, они остаются, вся середина, она уйдет, потому что на третье. А вот остается только выгребаем внутрь, а внешне все останется дальше. Это остается один, два, три, да? Первый остается полностью. Во втором остаются вот эти боковые корпуса, которые вот так идут, это пока здесь и на той стороне. Здесь середина будет сноситься, потому что экспертиза показала, что не несут эти все строения, поэтому вот эту середину мы достаем и там делаем тогда стены. Значит, два крыла остаются, середину, и что вместо середины? Значит, вместо середины будет построен производственный корпус, а здесь вот будет стоять здание, которое будет там общественно-торгово-административный. То есть, ну для того, чтобы люди, которые здесь работают, была возможность там магазин, общепит, аптека и так далее. Вот это планируется здесь, а также, ну сдача в аренду. Мы завершим работу по разборке. Когда вы завершите? В ноябре. И приступаем сразу к работе по строительству. Вот этого корпуса. Значит, первый, второй, третий эти корпуса или остаются, или восстанавливаются? Да, эти основные корпуса. Что сносим? Сегодня мы уже снесли 17 вот этих небольших объектов, вот здесь, которые были навесы, которые были такие уже непригодные для небольших зданий. И сейчас идет проектирование по строительству здесь корпуса производственного и здесь. Мы уже в сентябре выходим на фундамент и строим корпус. Значит, там будет производство. Кто там внутри работать будет, производится? Предприятия будут частные или государственные? Два частных, одну государственные. В этом цеху? В этом цеху. И все они будут платить аренду? И частные, и государственные? Чтобы компенсировать затраты на строительство цеха? Да, все правильно. Значит, проекты есть правого и левого крыла цехов? По левому крылу приступаем к работам в сентябре фундаментом, по правому проекту разработки. А что за проблема с проектом? Ну, нет проблем, значит, завершаем снос, готов проект, все равно работаем. И будем работать. Нас тут ничего уже не сдерживает. Значит, запомните, мужики, и левое, и правое крыло, и вставка центральная, все. С 1 января там должны идти везде работы. Понятно. На фундаментах. Буду, понятно. То есть, стеновые работы должны идти, понимаете? В зиму вы должны войти с этими стенами. Но давайте договоримся, что мы будем строить по-современному. Не кирпичную кладку выкладывать в полметра, а самые современные стеновые панели. Панели навешивать на каркасы. Как строить во всем мире. Панель утепленная поставили, каркас действительно, какой там у вас металлический или железобетонный. И навешиваете панели. Все, что дешевле, делаете. Не дай бог, здесь будет украден хоть один рубль. Старое здание бывшего клуба. Мы его тоже оставляем. Сейчас ведем ремонт. В этом году ремонт завершится. Там оставляем так, как он был, аутентичность этого здания. И там тоже будет здание административное. И музей хотим сделать с мотовела, чтобы там продукция, которая выпускалась. Значит, здесь не должно быть апартаментов. Нет, здесь не будет. Здесь чисто технически покраска, ремонт и все. Все должны работать в технопарк, руководство и прочее. Велозаводы в цеху. А не то, что мы тут расположимся, потом евроремонты начнем делать и прочее. Это что? Это первый корпус идет. Мы внутри по нем работаем. Уже демонтировали кровлю полностью. И внутри вырезаем то, что там лишнее, то, что не подлежит. Но металл оставляем, потому что там кран-балки. Мы их будем оставлять, они нужны. Потому что все производственники просят сейчас, чтобы обязательно были кран-балки. То есть ты здесь накрываешь и замыкаешь контур сверху? Легкие конструкции без бетонных плит сверху. А вот там папирок? А там то здание тоже остается. И тоже там будет производственный корпус. Но это идет снос. Осталось у нас вот это здание. То, что я вам показывал, там 36. Мы завершаем здесь работу. И вот это вот сейчас за ним следом. Вот это сносим. И тогда в этой части... А в белое вон то здание, где погрузчики стоят. То тоже будет сноситься, но попозже. Пока там арендаторы, они работают. Мы максимально стараемся делать. У нас уже все расписано по этим всем корпусам. Нет, расписывать вы умеете. Но надо быстро это все делать. Быстро. Это востребован мотоцикл? Это новый мотоцикл, потому что 600 кубовых не было. Были в самой крупной 400-ке. Хорошо. Что тут свое? Своё дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующихся от различных производителей. Значит, ничего своего. Комплектующие на стране. Но мы делаем мелкоузловую сборку. Это тоже работа. Фара чья? Фара китайская. Щитки? Щитки тоже. Двигатель? Двигатель китайский. Китайский. Ну, локализации здесь нет. Завтра санкции увели, закрылось производство. Как будешь производить? Если закроется производство, то мы тогда начнем делать щитки. Я знаю, как вы начали. А пресс-форму где возьмешь? А 30 тысяч где на пресс-форму возьмешь? А сколько времени, чтобы сделать? Если закроется, поменяется конъюнктура. Мы должны делать свое. И если ты, как китайцы, когда-то взяли этот двигатель, они быстренько начали клепать на колени, щитки делать, на колени начали клепать и делать свое. Вот что мне надо. А то, что ты завез запчасти, собрал здесь. Ладно, не крупная узловая. Мелкая узловая. То есть подножка отдельная. Вторая подножка опорная отдельная. Все отдельно. А чья резина чья? Резина та же. Китайская. А у нас что, нет завода? Есть завод. Но мы сегодня применяем, допустим, Александр. Значит, это твое предприятие? Да. Имею в виду, ты знаешь, о чем я говорю. Мы-то наелись с тобой импорта этого. Это хорошо, с китайцами у нас доброе отношение. Это должно быть свое. Насколько возможно. И так по всем, по всем мотоциклам и велосипедам. Мотоцикл. Стандартное двухколесное транспортное средство. Модернизировали мы его. Провели маркетинговые исследования. Поняли, что... Ну, он три человека тянет? Или еще коляску? Три человека тянет, да. Вот это легкий мотоцикл. Это не сравни Урал. Но такой тоже надо. Он дешевле, чем Урал. То есть двигатель как был такой и остался? 125-ка. Но сюда может ставиться двигатель 150-ка, по желанию заказчика. А есть он у тебя? Он под заказ может привозиться. Двигатели чьи? Китайцы. А здесь остальное? Остальное. Раму мы делаем. Подрамник делаем. Раму для грузовой тележки. Легкость. Легкость, кузов и прочее. Да, да. Да. Кузов мы будем делать, когда мы организацию проведем. Но старом оборудовании не нужно делать. Сколько процентов локализации здесь? Сегодня здесь порядка 20. Понятно. Нечего смотреть пока. Это не работа. Эта работа никому не нужна. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова